Дорогие друзья, с вами Яна Фёдорова. И в этом видео я вам покажу, как я буду черенковать перец. Я получу хорошее растение из черенков. Вот я взяла здесь такой саженец, который мне не жалко на этот опыт потратить. Перец я ещё не черенковала. Помидоры черенковала и с двумя узлами листьев, и с одним узлом листьев, и макушки. Всё прекрасно, замечательно прижилось. Из вот таких череночков выросли огромные помидорища. Всё прекрасно за три недели у меня это получилось. Баклажаны тоже я черенковала, стоят, вроде бы приживаются. А вот перец ещё не пробовала никогда. И сейчас хочу заняться этим делом с перцем. Так, специально выбрала такой саженец перца, который мне не жалко. Он не сильно хорошего вида, поэтому я его и определила. В случае чего, не жалко будет и потерять. Так, вот здесь срезаю макушечку. Так, он довольно твёрдый. Так, это у нас один черенок. Так, следующие два узла. По два узла буду делать. Ещё срезаю. Ой, боже, надо было взять секатор. Ну, ничего, ладно. Уже кое-как отперёд. Так, вот у меня нужно съесть. И вот здесь ещё два узла. Так, раз, вот так, и всё. А из этих боковых должны пойти два новых побега, как у меня было с помидорами, с баклажанами тоже там сидят. Два побега растут, всё хорошо. Так, сейчас я... То есть, теоретически, должно получиться всё так же, как с помидорами? Да, должно, да. Должно, да. Я с перцем не пробовала, вот хочу даже просто для себя знать, что. То есть, мы делаем эксперименты для себя, так же для вас. Можете пробовать у кого-нибудь там. Потому что перец, во-первых, он сходит очень долго. До 20 дней он может сходить. Потом он долго растёт. Ну, и как-то вот это всё время хочется... Ну, как с петуней. Да, хочется это время сократить. Из черенка все растения получаются очень быстро, много и хорошо. Так, вот так просто помещаю туда, прижимаю. Сейчас я буду вот это всё, эти череночки ставить. Интересно, а как же китайцы тогда выращивают? Китайцы? Ну, что им мешать черенков выращивать? У них же тепло, я думаю, что так же. У них, наверное, что-то уникальное есть всё-таки. Да, конечно. Чем-то они поливают, что они так быстро зреют, спеют, растут. Чем-то поливают, да. Хотя их китайцев столько много, что они каждый по черенку насажал, и всё. Да. Так, и помещают в тепличку. Обязательно все укоренения у нас через тепличку проходят. Вот есть некоторые сорта перца, мне вот интересно там. Декоративный перец. Ну, он, конечно, в принципе, съедобный. Но у него такие маленькие цветные перчики. Там у нас даже в городе украшали клумбы таким просто декоративным перчиком. Он перец как перец, кусты такие небольшенькие, сантиметров, наверное, 15. И весь усыпан мелкими-мелкими, сантиметровыми буквально, разноцветными перчиками. Ну, они съедобные, всё, ну, много ли там съешь, конечно. Просто для красоты вот так вот сажать. Я хочу такой черчик. Если в этом году у нас будут на клубах сажать, то я, наверное, пару черенков оттуда, чик-чик, и укореню себя дома. Я помню у моего деда, правда, перец назывался Огонёк, но похоже тоже, небольшие стручки у него. Я вот всё смотрел на него. Он красный такой, такой сочный, вот как клубника прям. Так аппетитно выглядит. Да, да, да. Я так, я вроде бы там думаю, дед, говорит, ты смотри, не трогай, если руками подрогал, в глаза не лезь, смотри, а то сжечь будет. Ну, а я как-то так, ну, блин, ну, хочется же. Он такой красный, такой спелый. Вот я там буквально там, ну, маленькую кахотульку откусил. Ой, как я потом пожалел об этом. Вот, 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 вот. Ну, вот, всё, всё готово. Теперь мы будем ждать, смотреть, через сколько же появятся корни. Ну, если, конечно, появятся. Вот, хорошо укоренились перцы у меня, видите, как всё получилось за 2 недели. Вот, там корни видно хорошие. Вот, это за 2 недели. Помидорки укореняются за неделю. Там, кто не видел, посмотрите, как я с помидорок тоже самое черенки укореняла. Даже с одним междоузлием они прекрасны укоренились перчики. Вот, это с двумя междоузлиями, вот, раз и два. Вот, за 2 недели так хорошо они укоренились. Ну, тоже, в принципе, пойдёт. Так, вот эти вот листочки надо убрать. Они не понадобятся. Так, тут сейчас. Это листочки ещё оставшиеся от материнского растения. Вот такой аккуратненький будет перчик. Такой кустик. Он ещё плюс в том, что эти растения будут более коренастыми. Мы вот привыкли, что у нас помидоры подпирают уже потолок в теплице, они такие высокие. А вот, когда вот таким методом черенкования выращиваешь, то эти растения более коренастыми получаются. И это облегчает, конечно, уход за ними. Вот, видите, они такие маленькие уже. И там вот уже бутончики наклюнулись мизерные. Они вот скоро даже начнут плотоносить. Думаю, так их оставить. Перцы же могут, в принципе, и дома расти. Они же самопыляемые. Поэтому я, может быть, даже оставлю этот перчик. А это материнское растение, с которого я брала черенки. Вот тоже пошёл в рост с одной почки, со второй. Ну, как всегда, одна почка сильнее, росток с неё, как обычно, давит все остальные, а одна послабее. В принципе, её можно удалить, чтобы она не мешала, не тянула лишнюю. Но она и сама потом отпадёт, как эти же листья жёлтые. Они отпадают. Вот так вот с перцами получилось. Баклажаны тоже так я делала, но баклажаны я отказалась так делать. Посмотрите, кому интересно, про баклажаны такие. Для себя я возьму на опыт, на вооружение, так сказать, только томаты и перцы. Вот так, дорогие наши зрители. Вот так вот у меня хорошо всё получилось. Ставьте лайки и делитесь нашим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало такие разные прикольные приёмчики.